Подождите, а вот найти работу в Нью-Йорке, это не то же самое, что, например, здесь найти работу? Я думаю, нет. Потому что в Нью-Йорке русская комьюнити довольно-таки большая. Я думаю, что больше, чем здесь. Намного больше. Ну да. Также в Нью-Йорке я бы посоветовала, например, как мы искали работу с подружкой, мы два месяца практически ходили во все рестораны, в каждую дверь, можно сказать, стучались со своими распечатанными резюме и узнавали, нужны ли там работники. А что, даже в ресторан резюме нужно? Да, да, везде обязательно резюме. И я ждала своих звонков, ну, ждала получения работы два месяца. А подружка у меня... с разрешением на работу, или это еще без? Это без разрешения на работу, да. Но с социал секьюрити. Ну, а какая? Да. Ну, я устроилась, как я говорила, уже в мексиканский ресторан, там все такие, так что необязательно решение какое-то. Но вот у меня знакомая, которая только приехала, она обратилась в агентство, она там заплатила что-то, ну, до 200 долларов. Не помню точно, сумму, но ей нашли работу сразу же, за довольно-таки хорошую оплату для начала, и она устроилась буквально там сразу же. Изначально я ей помогла с работой, она, может быть, недельку там проработала и сразу же ушла в офис работать, где она, ну, ничего не делает практически. То есть без разрешения на работу в офис? По-моему, нет, 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 она по туристической. То есть в Нью-Йорке можно обратиться в агентство, и они такие вопросы решают? Да. Я считаю, что это самое выгодное решение. Лучше потратить вот эти вот, пусть даже 200 долларов, но тебе гарантированно найдут работу, и эту работу к тому же еще можно поменять, ну, не доплачивая. Но 200 долларов, это когда есть результат, или это надо вперед положить? Я не знаю, везде разные условия, я не обращалась, но, по-моему, платишь 200 долларов, тебе подыскивают работу, и если работа не устраивает, то они могут поменять. Если ты не устраиваешь работодателя, или работодатель не устраивает тебя, может поменять. Но это наши соотечественники, или это американские агентства? Я, ну, я звонила, я не обращалась в агентство, чтобы мне искали, но я звонила, узнавала условия, и я разговаривала с американкой. А вообще и русские тоже есть. Вот такой вопрос, мне вопрос задали на канале, я подумал, может быть, вы подскажете. Вот, человек готовится, в принципе, когда-то приехать в США, у него там родственные дела там где-то намечаются, в общем. И он спрашивает, вот, все говорят, что надо заранее английский учить, вот как учить английский заранее там? Вот как лучше его учить там? Мне очень понравился совет смотреть фильмы по несколько раз и прям выписывать для себя фразы. С субтитрами? С субтитрами. Выписывать для себя фразы и понимать именно, не слова отдельные заучивать, а именно фразы. То есть вы ответили. То есть я хотела спросить не слово, а прям француз. Француз. Да, да, да. Но как я учила английский, это отдельная история, потому что я начинала учить английский в школе, потом я решила поехать в Германию после школы, я перешла, соответственно, в немецкую группу, сама подписалась на это. В итоге я после школы ни английского, ни немецкого не знала, в университете у меня была проблема небольшая с этим. Мне пришлось прям напрашиваться в английскую группу, даже в платную я пошла, чтобы меня только взяли. А сдала экзамен за коробку конфет потом, потому что я ничего не знала абсолютно. И тут вот мне пришла идея в голову, точнее моим одногруппницам, которые в итоге не поехали со мной в Америку, идея поехать по work and travel. И я быстренько-быстренько пошла на курсы английского за месяцев пять, немножечко знала основы, знала, что сказать мне на собеседовании в посольстве. И уже здесь я... То есть минимальный был багаж у вас? Очень минимальный. Я не могла ни с кем никак общаться, только через подружку общалась. И здесь уже набралась, ну набралась больше разговорного. То есть вы приехали, вы не speak English, а вы sprechen English, так у вас получалось? Даже ни то, ни другое. Но я советую всё-таки, если не получается с субтитрами, не обязательно иметь разговорный английский язык в России. Я считаю, что достаточно иметь вот школьную или программу вот из университета. Главное, чтобы был нормальный лексикон, довольно-таки большой, объёмный. Да. И это очень хорошо поможет здесь, потому что, ну, пару месяцев может уйти здесь на адаптацию, на то, чтобы понимать английскую речь, на то, чтобы уметь выражать свои мысли. Но нужно же... Годик в два сколько? Мне двадцать два. Ну вот, если бы вам было сорок два, вы бы не сказали, и так вот пара месяцев уйдёт. Ну, может больше. Нет, я говорю, если есть хороший словарный запас, то его когда-нибудь уже можно будет применить. Ну, конечно. А мне вот нужно сейчас набирать... Вытащить из пассива словарный запас на порядок легче, чем его построить. Конечно. Ну, конечно. Как у меня вот всё наоборот. Перевести из пассива в актив. Ну что же, хорошо. А с точки зрения нашей школы, значит, вот у вас не было такого ощущения, когда бы то ни было, что вот я, например, говорю, что каждый может, что можно кухарку в тестеры. Вот. Причём меня всё время обвиняют, что такое я говорю. Я думаю, боже, а я такого вроде и говорю, что не каждый, и что вот мы тут отсеиваем каждого третьего, кто приходит там поступать и так далее. Вот какие люди, ну, не должны как бы вот губы раскатывать, грубо говоря. Вот вы же видите студентов, вы видите, кому-то легче даётся, кому-то сложнее даётся. Вот. Кому бы вы посоветовали так поостеречься, что может не получится там или что-то? Наверное, тем, у кого нет желания учиться, кто не умеет учиться, то есть, кто не может себя заставить сесть и зубрить до того момента, как он поймёт. Ну, если нет какой-то основы или если нет предрасположенности, например, к этому. Например, если бы у меня не было предрасположенности, я не знаю, как я бы справлялась. Потому что, на самом деле, материал объясняют доступно, всё даётся, все источники, где нужно просто самим заниматься. И нужно заниматься, даже если это непонятно, нужно самое главное заниматься. А мне просто понятно, и поэтому я даю немножечко себе слабинку. В группе есть кто-то, кто потерялся совсем? Есть такой народ? Я думаю, нет. У нас все улавливают, хорошо схватывают. А вы заставили Наташу из Флориды? Да, да. Знаете, что с ней случилось? Нашла работу за сколько-то большую сумму? За 35 долларов в чат. 35? Да, она пряталась, она трубку не брала, потому что мы резюме повесили в Сиэтле, понимаете? А кто-то нашёл её в Сиэтле местной и позвонил, и она так, ну, со скрипом пошла на интервью и ей дали 35 долларов. А сколько было народу, которые все решили, что она не сможет? Здорово, здорово. Молодец. Да, да, очень классно. Я, честно, сам не ожидал. Не то, чтобы я знал, что так будет. Я понимал, что она найдёт, если будет искать. Но чтобы вот так, знаете, с таким исключительным цинизмом, так можно сказать, молодец. Я не знаю, что меня тоже так найдут. Нет, нет, вас не так найдут. Я буду сама, да. Вы будете активно там себя продвигать. Да, да. Вот, так что, моё наблюдение такое, что те, кто помоложе, их охотнее оставляют после практики. Потому что получается так, что когда человек молоденький, и ты в него вкладываешь, так как бы есть куда расти. Знаете, когда, допустим, человек приходит, ему уже за 40 или там даже больше, что тоже у нас бывает. У вас в группе есть такие постарше народ? Есть. Полтинничка, да? Полтинничка. Ну, может, пара. Я не знаю. У нас есть один дяденька такой, хорошо за 50. Но умница такая, что просто, все педагоги просто у неё глаза на лоб вырезают. Просто потрясный дядька такой. А мы с таким испугом на него смотрели, когда он только пришёл, думаю, боже, что же мы с ним делать-то будем? Понимаешь, да он псих... Очень приятно, когда вот такое происходит. И люди, понимаешь, схватают информацию и переваривают творчески. Молодцы. Но нет ощущения, что скучная профессия, допустим, тестер это скучно. Нет такого пока. Я думаю, что если сидеть на этой должности долго, то, конечно же, это очень сильно надоест и будет скучно. Поэтому нужно расти. Я думаю, что я бы хотела изучать языки программированные. Конечно. Чего же вам не изучать-то языки программированные? Ну, самое сложное это просто выучить команды. Ну, выучить... Самое сложное это понять, для чего и как их употребить. Это я понимаю. Для меня это... Правда? Да. А, как интересно. Это просто руку набьете и они сами запомнятся. Да, да, да. Хорошо. Я говорю, для меня что самое сложное... Для меня вообще теория это самое сложное. Для меня говорить, особенно на английском, выражаться терминами, это очень тяжело. Да вы что? Да. А так не подумаешь? Ну, да. Я могу поговорить на любые свободные темы, но когда меня заставляют забрить что-то... Хорошо. Я прям задоварюсь. Вы хотите, в принципе, вы считаете, что нужно было бы пойти и получить какое-то формальное образование, завершенное? Какое-нибудь бакалавр, потом мастер? У меня не завершенное, и меня это как-то не волнует. Я считаю, что... В будущем? Не знаю. Дальше посмотрим. Если мне на работе скажешь, например, мы тебя подним, если у тебя будет какое-то образование определенное, то, естественно, можно будет рассмотреть этот вариант. А так я ведь могу расти и без образования. Конечно, в 22 хорошо учить языки программировать, понимаете? А, допустим, в 30 человек спрашивает себя, для чего это все, а кому это вообще нужно, а что другие об этом думают. Понимаете, вы начинаете видеть на другом уровне все, а в менеджменте без образования уже сложно. Тут тоже можно, конечно, там до какого уровня можно. У меня, кстати, образование вот именно в менеджменте было, незаконченное. Да. То есть, пока у вас нет такого, как бы, так сказать, зуда, побежать и какую-то формальную корочку там получить? Нет. Нет. Ну, хорошо. Начинаете работать там, вырастите там тысяч до ста. Вот. А потом, значит, скажете, пора диплом получить. Я даже боюсь это представить. А вы же видите ребят здесь, которые так? Ну, да, да. Я знаю знакомую, знакомая есть у меня, которая только закончила вашу школу. Да. У нее там 40 тысяч уже. По-моему, 40. Всего? Ну, это практику даже не закончила, только перешла у нее на полгода. Ага. Ну, да. Ну, нет, это бывает. 40 тысяч это очень маленькая сумма. Это если 20 долларов в час, бывает. В 40 тысяч практически никаких зарплат нет в тестировании. Если только долларов в час там где-то на практике или там что-то такое со всеми. Ну, и вот, бывает, да? Будем стараться. Ну, хорошо. Настенька, давайте я вас отпустю. У вас еще не босилок идёт. Я еще хотела похвастаться, что у меня год в Америке. Да вы что? Да. Всего? Ну, уже. Уже. Так вы когда въехали в страну-то первый раз? Не первый раз, а вот в этот раз. Второй раз я въехала 27 мая 2014 года. И сегодня 28 мая. То есть вчера был годовщина. Да. Так, все. Тогда давайте мы давим вам шляпку. Одеваете шляпку. Вы будете. Я даже вчера до четырех ночи сидела, монтировала видео свое праздничное. Слушайте, про видео. Значит, у вас появился народ у вас на канале какой-то подписчик? Да. Да. Но вы чувствуете ответственность, что надо подписчику? Я чувствую, да. Мне ребята пишут. Спасибо вам большое. Я стараюсь выкладывать видео часто, как могу. Потому что у меня учеба, у меня помимо учебы еще есть дела. Сколько подписчиков, знаете? Да, 380. Ну что ж, хорошо. Хорошо. Вы только вот чего. Вы как видео я помешиваю. Вы приходите, там тоже на вопросы отвечайте. Я делаю, да. Вот, ссылки там всякие давайте. Они будут знать, где ваше видео найти. Хорошо? Все, значит, машем рукой. Поздравления, значит, Настеньке с первой годовщиной. Спасибо. Первая, не последняя. Не последняя, да. Все, счастливо. Пока-пока.